Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня я с вами делюсь замечательным рецептом медового печенья с корицей. Печенья просто классные, мягкие, нежные, ароматные. Готовится проще простого. Не забывайте, что рецепт на канале Готовим с Любовью и видео на семейном канале Дружная Семья выходят ежедневно, каждое утро. Не пропустите! Давайте выпекать вместе! Для медового печенья нам нужны будут следующие продукты. 90 граммов сахара, 1 чайная ложка соды. Соду можно заменить разрыхлителем, вам понадобится 2 чайные ложки. 1 чайная ложка корицы, щепотка соли, муки, 2 яйца, 100 граммов жидкого меда и 100 миллилитров растительного масла. Сначала к муке мы добавляем корицу, добавляем соду, соль и сахар. Ложкой перемешиваем. Затем в кухонной машине мы взбиваем 2 яйца. В кухонной петли яйца добавляем тонкой стойкой мед. Дальше вливаем растительное масло, 100 миллилитров. Ну а теперь замешиваем тесто. Постепенно добавляем муку с корицей, с содой, с солью и сахаром. И вымешиваем лопаточкой тесто. Вы знаете, в моей семье очень любят медовую выпечку. И торты, и печенья, и вафли медовые. Только муку добавляйте частями, не всю сразу. Лопаточкой вымешиваем. Вымешиваем тесто руками. Для замеса вам понадобится 300 граммов муки. Тесто должно быть эластичным и мягким, не забитым мукой. И хочу вам сказать, что тесто совсем не прилипает к рукам. Тесто очень ароматное, с ним хорошо работать. Печенье будет просто великолепным. Для удобства будем использовать силиконовый коврик. На чём раскатывайте, на том и выпекайте печенье. Немножечко, совсем чуть-чуть присыпаем мукой. Расправляем тесто руками. Сверху присыпаем и раскатываем. Само по себе тесто умеренно сладкое. Поэтому я слегка сверху присыпаю сахарком. Нам сладости не хватает. Но тот, кто любит умеренно сладкую выпечку, неприторно сладкую, печенье 100% вам подойдёт. Тесто раскатываем толсто. У нас будут медовые, я называю печенье, но можно даже пряник их назвать. Они такие вот мягкие, пушистые. Толщина раскатанного теста должна быть 4 миллиметра. Медовое тесто раскатали. Теперь берём вырубку для печенья. У меня вот квадратная. Можно просто печенье нарезать ромбиками. В общем, кто как придумает. Только раскладывайте печенье на расстоянии друг от друга, так как при выпекании оно увеличится в объёме. Лишнее тесто убираем. Медовое печенье ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. С этой порцией получается 20 квадратных печенюшек. Вы себе не представляете. Божественный медовый аромат заполнил всю кухню. Медовое печенье выпекалось 15 минут. Сейчас продегустируем. Разломаем медовое печенье. Смотрите. Нежнее нежного. Прекрасная структура. Мягкое. Ароматное. Неприторно-сладкое. Печенье превосходное. Всем желаю удачной выпечки и хорошего настроения на целый день. Удивите свою семью. Медовым печеньем. Она будет в полном восторге. Ну вот и дошла очередь до дегустации печенья. Бери, Владик. А я не могу бабочку. Ну бабочки нет, Викуля. Квадратик есть. Пробуйте медовое печенье. Мама старалась. Печенье очень ароматное. Викуль, ну как, вкусное печенье? Да. Вике понравилось. Здесь оно в меру сладкое. Такое нежное. И сверху сахарная корочка. Ну правда, очень вкусно. А готовится, как я уже вам говорила, очень и очень быстро. Я надеюсь, что этот рецепт медового печенья будет у вас дежурным, как и у меня. Он невероятно прост в приготовлении, а результат всегда радует и взрослых, и детей. Подписывайтесь на наш семейный канал Дружная Семья. Ссылка под видео. И не забывайте, что видео на канале Готовим с любовью выходят ежедневно, каждое утро. Делитесь моими видео с друзьями. Для меня это лучшая благодарность. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok